В регион с рабочим визитом прибыл советник-премьер-министра Республики Казахстан. В первую очередь он провел совещание с представителями бизнеса в стенах областного Акимата. Обсуждаемая тема – реализация проекта Ола Манате. В данной программе также была прописана схема товарный кредит. Без залога, без процентов. Для тех категорий людей, первую очередь для многодетных, малобеспечены категории людей, которые не могли принимать участие в проекте Аула Маната. Потому что этот проект предполагает в отношении всех категорий конкретные требования, которые предъявляет СПК. По 2,5% президент страны создал максимальные условия для жителей села. Северо-Казахстанская область является аграрным регионом. Более половины населения, или 56%, проживают в сельской местности. Поэтому вопрос повышения качества жизни сельчан является одним из главных приоритетов, отметил глава региона. Мы знаем, уважаемый Ерлоплан, что вы успешно реализовывали свой опыт в Акиминской области внедрения товарного кредитования в рамках проекта Аула Маната. И на сегодняшнем совещании хотели бы обсудить вопросы по повышению благосостояния сельского населения в нашей области, в том числе и развития предпринимательства. В селе Орла-Агаша Каинского района на протяжении трех лет функционирует птицефабрика «Северный бройлер» с производственной мощностью 5,5 тысяч тонн мяса в год. Планируем инкубировать, выращивать соответственно и уже под забой передавать уже под реализацию. На основании того, что по приезду к Ерлоплануще предлагаем и думаем тоже, подумаем по этому вопросу. В части поддержки ЛПХ Ахайинского района по передаче суточных цыплят после инкубации для доращивания, выращивания уже в птицу в возрасте от 35 до 42 дней. С поддержкой, соответственно, это ветеринарной поддержкой, обучением. Также можем предоставить готовые корма для выращивания. То есть мы подумаем по этому алгоритму. Советник-премьер-министр Республики Казахстан дал поручение Акимам сельских округов. Они должны держать на особом контроле дальнейший рост поголовья. Камила Карим, Олег Косинов, МТРК.